ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В скором времени инспекторы ДПС могут штрафовать водителей на 500 рублей за нештатный ксенон или светодиодные лампы, неработающую антиблокировочную систему и другие технические недочеты. Министерство внутренних дел сейчас работает над новой редакцией перечня неисправностей, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена. В список может попасть и зимняя и летняя резина. Использование первой будет запрещено с июля по август, а второй – с декабря по февраль. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз начал продавать машины онлайн. Специальный сервис помогает выбрать новый автомобиль, определиться с нужными опциями, оплатить покупку частично или полностью. К конкретному дилеру надо будет прийти только за тем, чтобы забрать ладу. В случае приобретения по трейд-ин клиенту предложат сделать предварительную оценку старого авто. Все цены, указанные на сайте, должны быть окончательными. ТРАССА СТО ОДИН В России в продаже появился лучший автомобиль Китая. Такое звание в прошлом году получил электромобиль Hi-Fi X. Начальный ценник новинки – 9 миллионов рублей. Шестиместный кроссовер обладает с полным приводом, пневматической подвеской, люком, премиальной аудиосистемой. Два электрических мотора с суммарной мощностью почти 600 лошадей разгоняют электрокар до сотни за 4 секунды. Запас хода – 560 километров. ТРАССА СТО ОДИН В Тюмени будут судить таксиста, который обкрадывал своих клиентов. Злоумышленник поджидал пассажиров возле развлекательных заведений. Внимание он обращал только на хорошо одетых и подвыпивших граждан. После посадки извозчик включал на максимум печку, вследствие чего жертва через некоторое время засыпала. Затем преступник забирал у нее все ценные – смартфоны, ювелирные украшения, деньги. Общий ущерб составил 700 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН А 94-летний житель Шанхая приковал к себе внимание тем, что впервые в жизни собрался получить водительское удостоверение. Раньше времени не было, заявил пожилой китаец. Теоретический экзамен в автошколе дедушка уже сдал. Инструкторы были удивлены его реакцией и ощущению автомобиля – все на приличном уровне. После получения прав, признался пенсионер, он первым делом прокатит на автомобиле свою 90-летнюю супругу. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова